Генеральным секретарем ЦК ТПСС единогласно избран Михаил Сергеевич Горбачёв. За выступлением нового генсека в московской квартире следит его давний соперник Сергей Медунов. Сложись его политическая партия, иначе он мог оказаться не в домашнем кресле, а на трибуне в Кремле. В молодости о высоких постах Сергею Медунову можно было только мечтать. Он родился в Чечено-Ингушской республике, в обычной семье железнодорожника-телеграфиста. В 1939 году ушел в армию, стал авиационным штурманом. Во время войны на фронте вступил в партию, тогда и началась его карьера политработника. А партбилет стал главным документом всей жизни. К началу 80-х годов Медунов на пике карьеры. Он первый секретарь крайкома КПСС успешного Краснодарского края. Его называют хозяином Кубани и высоко ценят в Москве. Сергей Фёдорович числится в друзьях самого генсека Брежнева. Кажется, вот-вот опытный политик и крепкий хозяйственник сядет в новое кресло в Кремле. Но что-то пошло не по плану. На земле Медунова начинается настоящая война партийных и правоохранительных органов. За решетку попадают ближайшие соратники первого секретаря. Под подозрением в коррупции и сам первый. А я вам скажу, что в те годы, чтобы, так сказать, привлечь к уголовной ответственности члена горкома партии, и уж тем более там первая секретаря райкома, это было, так сказать, практически нереально. А здесь, как говорится, с партбилетом садись на нары. Все понимали, без указания высших партийных руководителей страны советская прокуратура не могла позволить себе такой вольности. Стало быть, этот удар по Медунову прямиком из Кремля. После войны Сергей Медунов попал в Крым. Там фронтовик-политработник занимал невысокие должности в обкомах и райкомах. На большие политические игры пока он смотрел со стороны. А вот в 1951 году Медунов получает по-настоящему крупную должность первого секретаря горкома КПСС Ялты. Так началась главная партия его жизни. Крым начала 50-х годов – это популярный всесоюзный курорт, где отдыхали сливки общества. Медунов общался на равных с выдающимися современниками. Он был вхож в семью Марии Чеховой, помогал ей с музеем брата, подружился с певцом Иваном Козловским. Великий тенор лично исполнял для малоизвестного коммуниста его любимую арию. Мы можем говорить о том, что Ялта – это некий такой курортный город для партийных чиновников, интеллигенция, которая туда с удовольствием приезжала. Медунов имел возможность встречаться со всеми, в том числе и с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Молодой руководитель курортного города явно нравился первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Тот приезжал на отдых в Крым и любил поболтать с младшим товарищем. Даже доверял коллеге большие союзные секреты. Я как-то Хрущев пригласил его утром, он любил прохаживаться по берегу, и он мне говорит, слушай, вот у меня идея отдать Крым Украине. Я, говорит, опишу. Никита Сергеевич, я бы этого не делал. Я бы этого не делал. Я говорю, потому что, Никита Сергеевич, вы поссорите два славянских народа. Да брось ты! Это еще Сталин должен был сделать. Вот. А мы поправляем его ошибки. Он говорит, знаешь, я решил, что так будет лучше. Все мои возражения он не принимал, да я и понял. Ну, первый секретарь ЦК и какой-то первый секретарь Гаркома. Споры с генсеками в Советском Союзе всегда были опасны. Не только близкое общение с первым лицом. Вся карьера Медунова после памятного разговора о Крыме могла рухнуть. Шел 54-й год. Сталинская эпоха с ее жесткими кадровыми решениями, черными воронками и ссылками в Сибирь. Закончилась всего несколько месяцев назад. Понимаете, то, что знать, быть таким смелым или что. Вот выразил он свое мнение. Я, насколько знаю, он свое мнение всегда выражал. Хрущев тоже проводил чистки. И при Хрущеве были колоссальные расследования, именно колоссальные расследования, в результате которых, допустим, застрелились руководитель партийной организации Кемеровской области, Ростовской области, Рязанской. И об этом сейчас как-то не принято говорить. Но Медунову повезло. Дерзкий секретарь Ялтинского горкома остался на своей должности. Хотя свои выводы Хрущев явно сделал. Отношения между секретарями остыли, а карьерный рост Медунова остановился. Молодой Сергей Федорович урок усвоит навсегда. Впредь он будет жить в общей системе с ее правилами игры. Прыгать через фигуры без благословения короля, спорить с решениями генсека, он больше не станет. В Ялте Сергей Медунов трудился почти все 50-е годы. О повышении речи не шло. В 59-м Медунова вовсе отодвигают подальше от популярного курорта и светской жизни. Он едет руководить Сочи. В Сочи, конечно, тогда был не Крим, ссылка, не ссылка, но будем говорить так, отодвинуть в сторону тех, так сказать, политических процессов, которые часто происходят вот в этих курортных местах. В конце 50-х в Сочи – небольшой курорт с красивыми дворцами сталинского времени и бараками местных жителей. Совсем не тот город, о котором мог мечтать амбициозный политик. Люди, сочинцы, которые приезжали сюда на строительство вот этих дворцов, санаториев, на строительство гостиниц, возвращаясь домой, они попадали совершенно в другие условия. Они попадали в те бараки, которые были построены еще в 30-е годы. Партия поставила Медунову задачу сделать из Сочи курорт не хуже Ялты. Но не для элиты, а для трудящихся. Каждый советский гражданин должен был две недели в году пожить при коммунизме. За копеечную путевку получить солнце, море и отдельную койку в санатории. Вообще это был период тоталитарного оптимизма, когда человек действительно с такой сферой в будущее смотрел. Вот этот миф, миф о городе Сочи, как о городе сказки, он притворился отчасти здесь, хотя бы в архитектуре, которая из себя представляла вот такие сказочные дворцы для трудящихся. Медунов присоединяет к маленькому городу новые территории вдоль побережья. Теперь Сочи в длину почти 150 километров. В народе тут же закрепляется новое понятие – Большой Сочи. На курорте практически решается проблема дефицита. Здесь особое снабжение прямиком из Москвы. В магазинах свободно, без блата, можно купить диковинные бананы и красную икру. Город Сочи был показательным, некоторые говорят – показушным. Но, тем не менее, удалось сделать этот курорт мечту, который мечтал, наверное, каждый советский человек в тот период. В начале 60-х курорт принимает до 5 миллионов отдыхающих в год. Не хватает мест на пляжах, а под жилье использует каждый сарай. Медунов начинает массовое строительство высотных гостиниц на побережье и убеждает всех, что бассейны – это не буржуазное излишество, а хорошая альтернатива забитым пляжам. В это время и формируется облик современного центра Сочи. Теперь здесь все лучшее для отдыхающих, а для иностранных отдыхающих – все самое лучшее. По программе партии Сочи должен стать открыткой для показа капиталистам, которые не верят в светлое будущее коммунизма. Медунов завязывает тесные отношения с другими странами. У Сочи появляются города-побратимы в Англии и Франции. К первому секретарю приезжают известные люди со всего мира. Встреча высоких гостей становится привычным пунктом в расписании руководителя Сочи. Может быть, и не давали такое указание, но это само собой разумелось, что нужно принять по высшему разряду. Тогда за Медуновым уже пристально следили. Встречи дорогих гостей фиксировались на пленку, материалы складывались в отдельную папку. Придет время, и эту гостеприимность будут разбирать уже не по этическим нормам, а по статьям Уголовного кодекса. Но это будет потом. Смену власти в стране, свершение Хрущева и восхождение на государственный Олимп Брежнева Медунов застает в Сочи. На большие политические игры он пока смотрит издалека. Новый генсек Леонид Ильич лично знал успешного руководителя Сочи. Курорт был на виду у всего Союза. Личных счетов у Брежнева не было, так что Медунова быстро переводят на следующую ступень партийной лестницы. Сначала он становится председателем краисполкома, а затем в 1973 году первым секретарем крайкома партии. Главным человеком всей Кубани. В Краснодарском крае Медунову было где развернуться. Партия поставила главе сельскохозяйственного региона задачу накормить Советский Союз. Мясо, молоко, сахар, фрукты, овощи, чай, а главное хлеб. На Кубани есть все, а надо еще больше. Краснодарский секретарь впервые внедряет безотходное производство в сельском хозяйстве. Даже шелуха не должна пропадать, а борьбу с врагом полей Амброзии делает стратегической задачей. Объявил даже один раз, что вызвало переполох в Москве, чрезвычайное положение на Кубани. Там все за голову схватились. Что такое? Оказывается, позвонили, узнали. Да это Медунов с Амброзией борется таким образом. Ну, помню, приехали в один район, а первого секретаря, ну, не застали, тогда не было этих мобильных телефонов. Мы ехали, он шофер, стоп, Иван, останови, остановили, там, Амброзию видел, сорвал, давай, говорим, ему букет оставим, в райкоме. Центр этого края – индустриальный Краснодар. Первый секретарь занимается и проблемами городов. В Краснодаре появляется генеральный план развития. В центре строится драмтеатр, цирк, гостиница «Интурист». На окраинах сдан первый корпус краевой клинической больницы имени Очиповского – ипподром. Развивается спорт. По краю открываются шахматные школы. Медунов сам – перворазрядник. Расцветает футбольная Кубань. Впервые в истории выходит в высшую лигу. Реконструирует главный Краснодарский стадион. Он до сих пор принимает серьезные международные матчи. В ранге первого лица края Медунов продолжает встречать больших гостей. На отдых к морю приезжает и генсек Брежнев. Медунов всегда рядом. Правила игры отлично помнит. Не перечить и жить в рамках системы. Они нашли общий язык. У обоих похожее прошлое – фронтовики. К тому же Брежнев воевал на Малой Земле под Новороссийском. Он даже прислал в край телеграмму с просьбой увековечить память однополчан. В 1974 году генсек приехал в Новороссийск. И Медунов показал ему восстановленную землянку, где тот вручал партбилеты бойцам Красной Армии. Брежнев тогда прослезился. А люди заговорили – Сергей Медунов теперь любимчик генсека, свой человек. Но на самом деле они были в очень хороших отношениях. В Сочи они, так сказать, сблизились. Или в Новороссийске они сблизились. Когда приезжал, вручал золотую звезду. Нормальные были отношения. С Брежневым. А кто-нибудь сейчас, который близко встречается с Путиным, может что-то против сказать? Это кухня такая, которая была, есть и будет. На встрече в Новороссийске был и первый секретарь соседнего Ставропольского края Михаил Горбачев. Был не в первых рядах, а все чаще за спинами более значимых коллег. В то время Михаил Сергеевич – руководитель не самого успешного региона. Моложе Медунова на 16 лет. Сергей Федорович мог сказать, слушай, Михаил, ну ты и шуботной. Ну ты бы, знаешь, ну вот в таком плане. За отношения были такие, ну мягко говоря, недружественные. Сергей Федорович часто ставил, так сказать, и на место Горбачева. Но пока Медунов встречал главного гостя на Черноморском побережье, Горбачев тоже не оставался без внимания членов ЦК. В Кисловодском санатории Красный Кам не любил отдыхать глава КГБ Юрий Андропов. Вместе с местным молодым секретарем они пели минеральную воду, часто ездили на рыбалку, секретничали. Одной из важнейших задач, которую Андропу поставил Горбачеву, это был сбор компромата на Медунова. Горбачев встречал, провожал по несколько раз в год почти всех членов политбюро. То есть очень много людей информированных приезжали к нему. И он через них собирал компромат на Медунова. И потом ее передавал Юрию Владимировичу Андропову, который сразу закладывал в черную папочку на Медунова. Медунов смотрел на Горбачева свысока. Всерьез опасаться молоденького коллегу пока не было причины. Ведь Краснодарский край богаче и успешнее соседнего. К середине 70-х Медунова уже называют хозяином Кубани. В своем крае он даже запрещает курить. Для того времени идея бредовая. В 70-е годы дымили везде. На рабочих местах и ресторанах, в самолетах и поездах, на пляжах и рынках. Никому в голову не приходило, что может быть иначе. Но Медунов стоял на своем. Он мечтал, чтобы с его края брали пример. Тогда хихикали в том числе и целый ряд центральных газет, радио и телевидения. Было даже такое. Да вот там этим краснодарцам, видно, делать уже нечего. Некоторые до сих пор вспоминают, как у них сигареты догорали в кармане, как проглатывали некоторые сигареты при появлении. Можно упасти, чтобы кто-то в райкоме закурил или на территории. Не курили. Накуривали до прихода, до пленума, до совещаний и так далее. Сейчас, по прошествии, мы видим, 20 лет, только мы уже на уровне страны подошли к этому, что надо что-то делать. На рубеже 70-х, 80-х страну потрясает череда смертей в высших эшелонах власти. Самоубийство заместителя председателя КГБ Цригуна, гибель в автокатастрофе председателя ЦК Компартии Белоруссии Машерова, смерть члена политбюро ЦК Суслова. В судьбе Медунова важную роль могла сыграть неожиданная кончина секретаря ЦК по сельскому хозяйству Федора Кулакова. Руководитель самого успешного аграрного края оказался в шаге от освободившегося кресла. По краю поползли слухи – хозяин скоро уедет в Москву. Медунов слышал все это, понимал, и он хотел, допустим, уйти в Москву. Это желание было заметным. Вот кто наблюдал за ним, заметно, что он хотел поработать там, в Москве. Что здесь он сделал, ну, по его мнению, наверное, все. Успешность накормить население, спасти от голодных бунтов страну и так далее. То есть вот именно вот он по этим качествам вполне был достоин войти в высшую партийную элиту. На похоронах Федора Кулакова генсек не появился, а Медунова не пригласили. Самым заметным на церемонии прощания стал земляк Кулакова – Михаил Горбачев. Он впервые занял место, на котором обычно стоял Брежнев, а до этого Хрущев и Сталин. С мавзолея произнес прощальную речь. Именно Горбачев, верный соратник Юрия Андропова, в нужный момент оказался на виду. Очевидно, давнее знакомство с влиятельным чекистом и стало решающим при дележке вакантного места. Кресло Кулакова по правую руку от Брежнева досталось Михаилу Сергеевичу. Но Медунов был все еще силен. Он упустил лишь опасный ход, но не проиграл партию. Первый секретарь Краснодарского крайкома готовил следующий шаг, который мог изменить расстановку на всей политической доске. В конце 70-х о Кубани заговорили как о крупнейшем производителе стратегического продукта – риса. Вообще инициатива создания отечественного рисосеяния, исторической справедливости ради, она принадлежит Леониду Ильичу Брежневу. Он поставил задачу создать отечественную базу рисосеяния для того, чтобы освободить страну от зависимости, имея в виду, других стран, международного рынка. Вырастить миллион тонн кубанского риса к 80-му году – это не предложение, а прямое указание ЦК. На выполнение задачи Медунов бросил все силы. В сжатые сроки нужно было закончить строительство системы рисовых чеков и мегапроекта – Краснодарского водохранилища. Работы по его созданию начались еще до переезда Медунова в Краснодар. Но именно при нем Кубанское море стало всесоюзной стройкой. А рис сравнялся по популярности со знаменитой кубанской пшеницей и подсолнечником. Изготовили посуду сувенирную, в том числе и несувенирную, миллион тонн кубанского риса. Всякие там поделки начали делать. Ну, то есть, он уже то, что мы сейчас называем рекламой. Для рукотворного моря нужно было залить водой 420 квадратных километров земли. Это в два раза больше, чем территория всего Ставрополя, вотчины Горбачева. Из чаши будущего водохранилища переселят сотни людей, затопят дома и кладбище. Перед очисткой огромной территории от деревьев и кустов неожиданно заканчиваются деньги. Медунов делает нестандартный ход. Каждому был выделен участок для очистки дна Краснодарского водохранилища от леса. Разделить все эти делянки во всем крае, по районам и городам, и своими собственными силами, ну, лес можно забирать. Как сейчас помню, что у нас получились рядом, так сказать, участки, где мы вместе с Сергеем Федоровичем, так сказать, чистили, рубили так мелкий лес, выносили и сжигали. В 1975 году Кубанское водохранилище было полностью готово. До всесоюзного триумфа оставался один шаг – вырастить рис. И в 1980 году Медунов заявил на всю страну – край план перевыполнил. Получен не миллион, а миллион сто тысяч тонн кубанского риса. С честью выполнено слово данной партии, родине, народу на 25-м съезде КПСС. За короткий срок при Азовских плавнях освоено свыше 100 тысяч гектаров земель. Ныне Кубань стала не только зоной производства высококачественной пшеницы, но и крупным районом отечественного риса сеяния. В 1980 году Сергей Федорович – герой. Он показал всей стране, как нужно выполнять указания партии. Агент Секу-Брежневу доказал, что готов к масштабным задачам всесоюзного уровня. Такой триумф явно понравился не всем. И пока в газетных передовицах славили успех кубанцев, во властных кабинетах пролистывали ту самую тайную папку Андропова. Готовился новый ход политической партии. Февральским утром 1982 года старшего следователя прокуратуры советского района Краснодара Владимира Опухтина отправляют в Геленджик. Дело обычное – проверить информацию о подпольном показе порнофильмов в баре и задержать преступника. Командировку планировали на пару недель, не больше. Эти две недели потом превратились в два года, так сказать, кропотливой работы. И эти два года там работала следственная группа в количестве до 30, до 40 человек, по-моему, доходила даже. И к уголовной ответственности тогда привлекли, наверное, больше 50 человек. Задержанный с кассетами клубнички неожиданно рассказал, что бар получил за взятку местным руководителям торговли. Раскрылось, что обвесами, недоливами и заменой деликатесов дешевыми продуктами в Геленджике занимаются все предприятия – подотчетные железные «белли». Так называли Берту Бородкину – члена партии и директора государственного треста ресторанов и кафе. То есть все, зарабатывая там определенные деньги, естественно, определенную часть доли так и отнесли ей. И это было, кажется, настолько узаконено, и, в общем-то, для всех работающих это было необходимое правило. Потому что если человек не нес денег, не давал, то, разумеется, он никогда не работал там. Его сразу же убирали, ставили на его место другого. Такая же ситуация сложилась в Сочи. Там заправляли начальник управления общественного питания Валентина Мерзлая и ее муж, секретарь горкома партии Александр Мерзлый. Директор магазина «Океан» Арсен Пруидзе масштабно занимался контрабандой черной икры. И в Геленджике, и в Сочи устраивались шикарные пиры для чиновников – тузов из Москвы. Следствие предположило, что вся торговля побережья работала на самого Медунова. Якобы он отправлял на отдых нужных людей – важных политиков, космонавтов и артистов. На какие деньги гуляют уважаемые люди, в советской системе не спрашивали. Эта ситуация, понимаете, она не создана была Медунову и даже Брежневу. Это ситуация, которая была создана десятилетиями. Это сложившаяся практика. После задержания у Железной Беллы нашли больше миллиона рублей. Не меньше обнаружилось в тайниках супругов Мерзлых. По советским меркам они накопили немыслимые деньги. Нити сочинско-геленджикских дел потянулись вверх, к первым лицам городов. Сгустились тучи и над хозяином Кубани. Но партийных чиновников в союзе не сажали. Официально они были непогрешимы. Но что-то поменялось наверху. Но это было, не дай Боже, член партии. Это волокита такая. Арестовать нельзя. Пока райком, горком не рассмотрят. Потом они должны его снять с партии. И мы его привлекали уже беспартийным. И партия была чиста. Вдруг начали привлекать членов партии. И высокопоставленных. Нам все требовалось только команда. А как только она поступила, сразу посыпались эти дела сплошь и рядом. То есть команда все-таки была, вы считаете? Безусловно. В Сочи задержали главу курорта Вячеслава Воронкова. Не дожидаясь ареста, с собой покончил председатель Хостинского райисполкома Лагунцов. Он обмотал себя проводами и подключил ток. А вот первого секретаря Геленджикского горкома Погодина даже допросить не успели. Он исчез. Таким путем мы его искали. Протравливали Черное море. Как поговорка была. Сидим у моря и ждем Погодина. Перефразировали поговорку. Мы думали, может, утонул, крюками траллили, водолазов пускали. Многие исследователи вспоминают, что незадолго до пропажи руководитель Геленджика Николай Погодин приезжал в Краснодар к Медунову. Доказать причастность хозяина к исчезновению не удалось, но слухи ходили разные. Еще бы, бесследно первые лица городов не пропадают. Следов его, так сказать, пребывания, убийства, или, может, он живой где-то выехал за границу, так сказать, нигде нет. Поэтому трудно сегодня говорить, так сказать, что с ним произошло. Те, кого успели задержать, давали показания против всех, кроме Медунова. Вертубородкину показательно приговорили к смертной казни. Мерзлые Пруидзе и Воронков отправились за решетку. Имя Сергея Медунова официально оставалось чистым, но следствие продолжалось. Я считаю, что такое тотальное наступление на партийные органы началось с приходом Андропова. Ну, я не готов сегодня сказать, что это Андропов или Горбачев, или там Иванов. Я не знаю. Ну, ясно одно, что как-то получилось сразу выстрел со всех орудий в одну точку. Под стражу попал бывший второй секретарь Краснодарского крайкома, некогда близкий соратник Медунова Анатолий Тарада. Его поймали на взятках в Москве, но припомнили и работу в Краснодаре. За решеткой он начал подробно описывать, когда, где и кому давал взятки и от кого получал сам. По его признаниям, задержали десятки мелких партийцев и руководителей кубанских предприятий. Следователи уже готовились. Тарада скоро расскажет о главном – темных делишках самого хозяина Кубани Сергея Медунова. Медунов держал удар. Он давил на местную милицию и прокуратуру, требовал не вмешиваться в дела партии. А когда это не помогло, поехал прямиком к Брежневу. Мешают, мол, работать. Генсек пообещал помочь. И вскоре со своего поста сняли начальника следственного управления союзной прокуратуры Виктора Найденова. В Лефортовской тюрьме стало плохо главному свидетелю по краснодарскому делу Анатолию Тараде. Подследственного, от которого ждали показаний против хозяина Кубани, увезли в больницу, где он скончался. Могло показаться, Медунов отбил атаку своих соперников и сохранил статус фаворита у тела дряхлеющего Брежнева. А значит, возможность когда-нибудь стать первым лицом. Но пятно на репутации Краснодарского края и самого Медунова было поставлено. А значит, партия шла уже не в пользу хозяина Кубани. 1982 год. Брежнев уже слаб. Защищать Медунова не в состоянии. Хозяина Кубани вызвали в ЦК к Горбачеву и Андропову. Они уже все решили. Партиец из старой гвардии не нужен. Его снимают с высокой должности в Краснодаре и переводят на малозначительную в Москве. Окончательно свалить всевластного правителя Кубани пока рискованно. Брежнев еще жив. Его просто не трогали. Не трогали Медунова, потому что считали, что его поддерживает Брежнев. В том, что не любили и боялись, это абсолютно точно. О Медунове опять заговорили. На радио, телевидении и в газетах рассказывают не об успехах, а о коррупции. Теперь для всей страны он внезапно стал казнокрадом и взяточником. Пресса, радио, телевидение, все газеты, все там. Причем полгода тому назад приводили в пример, а потом вдруг раз и... Теперь Медунова обвиняют даже в том, что раньше называли подвигом. Выстроенное водохранилище якобы поменяло климат. В Кубани исчезла ценная рыба, а сама река превратилась в заилиную речушку. Из-за амбиций всевластного хозяина Кубани загублены гектары плодородных полей. А миллион тонн добытого риса назовут фикцией, хорошей работой пропагандистской машины предприимчивого Медунова. Он якобы записал на свой счет зерно из соседней Ростовской области. Возможно, я не исключаю. Но то, что героически трудились, от зари до зари, это однозначно. Добились миллион тонн риса, но никто не говорит, какие затраты были для этого. Понимаете, для того, чтобы получить такой объем риса, надо было, конечно, максимально засеять рисовые чеки рисом. А существует агрономическая закономерность, что под рисом должно быть 55-62%, а остальное должны быть многолетние травы. Значит, и так далее, для севоборота. То есть экономическая сторона, она стояла не первая. А первая была, как выполнить указания по количественной стороне. Из Краснодара в Москву Медунов перебирается почти тайно. В те годы заведующий сельхозотделом Краснодарского крайкома Анатолий Власенко оказался на проводах случайно. Многие знали о том, что Серафьевич уезжает. Ну, как бы себе это самое, не замарать, это самое, сорочку, не приехали, никто не приехал провожать. Он как схватил меня за руку. Анатолий Александрович, что тут обо мне говорят? Что тут обо мне? Ходим мы по двору. Я говорю, Серафьевич, ну кто-то злорадствует, а, значит, 90% жалеют о вашем уходе. Правда? Я говорю, правда. Через пять месяцев скончается Брежнев. У руля большой страны престарелого генсека сменит Андропов. Ненужного Медунова он открыто, без всяких закулисных интриг, выводит из Центрального комитета партии. А значит, окончательно убирает с большой политической игрой. После так называемой в народе гонки на лафетах, трех почти подряд похорон генсеков, у руля страны встает недавний конкурент Медунова Михаил Сергеевич Горбачев. К этому времени мощнейшая советская пропаганда окончательно закрепит за бывшим хозяином Кубани репутацию взяточника. Период его работы в крае назовут Медуновщина. Никто не обратит внимания, что доказательств вины Медунова, фактов взяток, преступных связей с Железной Беллой или Тарадой так и не нашли. Да и наворованных миллионов у отставного первого секретаря не оказалось. К сожалению, в умах людей останется то, что мы говорим и о чем пишем в учебниках. В учебниках сейчас, к сожалению, в основном этот период квалифицируется как застой и Медуновщина. Но то, что есть на самом деле, это, к сожалению, заботится. В 89-м году постаревшему и забытому Медунову система нанесет последний контрольный удар. Лишит партбилета. Отец пошел со спокойным сердцем, душой, как говорится, туда, в райком. Ну, может, ему разъяснения какие дадут или что. Возвращается через буквально 40 минут там что ли. Я ему открыл. Он бледный. У него вот так вот руки. Вова, меня исключили из партии. И я ему сказал, папа, тебя исключили не из той партии, членом которой ты стал в 41-м году. Тебя исключили совершенно из другой партии. Сложись та старая партия по-другому, Горбачев мог и не стать генсеком. Огромная империя не распасться. Но случилось именно так. И в итоге все фигуры той старой партии оказались в одной коробке. После развала Союза Медунов восстановился в партии. Получил билет, который для большинства членов КПСС потерял свою ценность. В 1999 году Медунова не стало. Его сын Владимир унаследовал лишь грамоты, сувениры и скромную московскую квартиру. На этой неделе московский мэр стремительный финал кончил с недостойно. Скорее, это фарс профессионал. Что делать будем, люди? Бегите на это и жертвы. День грядущий мне готовит, Его мой взор напрасно ломит, В глубокой тьме таится он.